По шукам соправдных каштовностей, которые заховывая Гомельская земля, Владимир Литвинов захопился еще в детстве. Первые свои находки, будучи археолог, выявил у вёсцы городовка Чачерского района, где часто находился у родных подчас каникул. Самое интересное в этой деревне было колоссальные меловые выходы. Там и мел добывали, там и карьеры были меловые. И началось с того, что, например, идя на рыбалку, то есть обычное юношеское занятие или детское занятие, мы проходили через эти карьеры и находили какие-то куски, например, окаменевших раковин в милу. Или были знаменитые чертовы пальцы, еще что-то. То есть появилось какое-то желание и интерес смотреть в землю. Почувствие находки завсёдно натхняло Владимира Литвинова и заставалося головным мотиватором в жизни. Однако не только это захватило займаться гисторией и археологией у приватности, так само привабливая мягчимость постоянных стосунков с людьми. Вот это очень важно, я думаю, что в жизни любого человека, в жизни историка, который занимается исследованием тех или иных аспектов прошлого своего региона, очень важно. Потому что вот сейчас вообще очень воно стало такое направление, как oral history. То есть это история, которая передается из уст в уста. Владимир Литвинов занимается активной науково-доследшей працей, заявляется автором шмат ликих публикаций. Некольки десятков помнеков каменного и бронзового периода, дякуючи его намаганиям, открыты и уведены у навуковый оборот. Так само успися досягнение у проведения раскопок на территории Гомельского парка, выники яких стали сенсацийными и коренным чином змянили представление об старожитном городе. И он примал непосредный удел у створения и реконструкции экспозиции державных музеев нашей области. Дарейши за свою Амаль 40-годовую профессийную деянность, Владимиром Адамовичем Знойдина и Передадина у музейные фонды коля 30 тысяч уникальных предметов и артефактов. Йосерот их и вельми каштолны. Это вислоя печать со знаком Рюриковичей. Она хранится сейчас в фондах нашего музея. Это на тот момент была первая вислоя печать со знаком Рюриковичей на территории всей Белоруссии. То есть вот это вот одна вещь. И почти сопавшая по времени еще одна такая вещь, ну просто удивительная. Это клад древнерусских шейных гривен, который был найден у поселка Козерог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok